Друзья, сегодня необычный выпуск блога «Съедобные и несъедобные». Сегодня, 19 июля, исполняется 85 лет моему папе, народному артисту России, а по совместительству начинающему блогеру. И весь выпуск, он будет несъедобный, мы посвящаем этому событию. Итак, из этого кустистого садика мы по мгновению волшебной палочки перемещаемся в самый центр Москвы, площадь Маяковского. Дальше как-то, по-моему, я и не помню. Но я вспомнил. Это сурок, это, в общем, пик моей скрипичной подготовки. Я положу. Никто ничего не бросает. Вот уровень мастерства, да? А раньше бросали. Чего я здесь стою, это не просто так инсценировочка. Это меня поставил мой сын. Он считает, что здесь имеет смысл рассказать про то, как я прожил эту жизнь. А почему здесь? Потому что здесь как-то, в общем, было истоки многого. Чтобы вы знали, это площадь Маяковского. А это театр сатиры, где я работаю до сих пор, из последних сил. Ну, раньше он стоял на углу площади Маяковского и Тульцы-Горького. А сейчас он стоит там же, но уже на углу Тверской и площади Триумфальной. А место тоже. Маяковский стоит испуганно и боится, что его переименуют в Бродского. Но дело не в этом. А место почему такое мое историческое личное? Потому что в этой вот замечательной здании работала моя мать. Она была главным редактором, значит, концертного отдела. Через нее прошли огромное количество замечательных артистов наших советских, которых она выпускала на эстрадную сцену. А почему, значит, все-таки я со скрипкой? Потому что прошло сто лет, и здесь моя любимая подруга, начальница оркестра Вивальди, меня все время на эту сцену выпускает с этой скрипкой. И я ей подыгрываю что-то шутя. Так что я, в общем, артист филармонии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Из этого дома, Илюша, чуть-чуть туда вот, да подожди, там ворота, видишь? Ворота, вот ворота. В 41-м году нас шпанул отсюда, вот здесь стояли автобусы такие еще того времени, и нас увозили в эвакуацию, понимаете? И вот это сколько лет назад, я уже не помню, сосчитать невозможно, от этих ворот мы поехали в город Чердань под Соликамском, где жили полтора года в эвакуации, когда родители обслуживали фронт фронтовыми бригадами. Вот такой отсек, значит, здесь я, тут я, а если вот подоромировать туда, то напротив, значит, здорово-доро-доро, покажи зрителей. Ура! Спасибо вам! Ура! Сейчас подумаю, что это инсценировка, но столько детей купить невозможно. У нас нигде, ну вперед пройдите. Иди сюда, а то опоздаешь. Ну скажите что-нибудь там такое, ура! Ура! Свободно! Минуточку, ну что, подождите, секундочку. А вот это, конечно, ура, будешь говорить? Ура! Так вот, если, Илюша, ты перевернешь камеру туда, вот, и увидишь этот пустырь, рядом гостиница Пекин, она как была, так и осталась. А на этом пустыре стоял великий, молодой тогда театр-современник, который потом снесли, сейчас там автостоянка. Вот, и переходить дорогу было очень просто, вот, и я там часто бывал, здесь справлялись юбилеи, ночные посиделки. На десятилетие театра я сказал великую фразу, что здесь собрал сам коллектив террариев единомышленников. И кому только эту фразу не приписывали, от Живанецкого, Мальера, Родинского, Горина, до кого угодно. А я держусь за это авторство, потому что это такой... Кстати, Михаил Владимирович Живанецкий неоднократно, публично говорил, что это сказал я. Вот такая площадь, понимаете. К сожалению, Маяковского почти не видно, его застроили качелями. Но если близко подойти и сесть на качели, то Маяковский видит. По тебе, ну, взрослеет аудитория, да? Да. Идете куда? Домой. А откуда? В своем жильнице. В своем жильнице, да? В своем жильнице. В своем жильнице. Ну, счастливо. Спасибо, ребята. Здоровья, здоровья, успехов творческих. И главное, чтобы еще радовали нас лет пятьдесят шесть лет. Маловато дал. Я же побоялся больше, сказать, что Халим. Спасибо, ребята. Ура. Удачи вам. Спасибо. Про театр тоже интересно, Илюша. Наверх, если немножко ты позволишь. У нас там купол. Он виден, да? Нет. Вот. Это купол. Знаете, почему купол? Здесь в 1910 году был конный цирк братьев Никитина. Здесь цирк. Мы же работаем в цирке. Поэтому так по стилистике держимся. Этот купол, он сохранился. Внутри все перестроено. А купол куда денешься? Вот. Но его никто не видит. Он теперь снизу, да? Может быть, это и счастье, потому что только с высоты птичьего полета можно увидеть. А птицы здесь в Москве так высоко не летают. Но это хорошо. Вот у нас не обосранный совершенно. И чистый, и красивый купол. Ну что, практически про площадь я фрагментарно все рассказал. Значит, что сейчас мы делаем? Она бибикает. Заказывал. Поедем? Куда ехать? На родину. А под грошек? Спасибо. Свежая машина у тебя, да? Да. Это вам не Яндекс. Да уж. Удобно? Очень. Прямо явно. Едет она хорошо, но сейчас почему-то не заводилась. А вот этот номер, вот так и выглядели номера в то время. И Леонид говорит, что его не штрафуют, ему не приходят штрафы. Он паркуется где хочет. А номер, знаешь, что означает? Нет. Леонид Ермольник, 1954. Да на ней ездить по сегодняшнему дню намного кайфовее. А я же езжу на них только летом. А летом, если в пробке стоять, она перегреется и закипит. А она на 76-м должна ехать? Она должна до недавнего времени на 80-м, но ребята чуть-чуть меня подрегулировали, можно 90-м. А движок родной? Родной, 53 силы. Вот, Александр Анатольевич, поскольку есть минуты, я хочу сказать вот эти все истории, любимые ученики, любимые ученики. Я помню то счастливое время, для меня счастливо, когда я был единственным любимым учеником, а потом с годами... Размножились. Размножились, да. И все тогда безапелляционно при мне говорят, я любимый, ну, Аверин, например. Я любимый, какой он любимый. Я вспоминаю Гришу Горина и тот самый Мюнхгаузен. Помните, когда Инка Чурикова, она баронесса фон Мюнхгаузен, там все время это Марта, которую Ленка Горина выиграла, она все время претендует... И Инка там замечательно говорит, пока это место занято. Вот, пока место любимого ученика Александра Анатольевича Ширенда занято. Я официально всем заявляю. И Аверину, и Олежка. Держите все в руках. Дорогие друзья, ни для кого не секрет, в эти дни вся страна празднует 85-летие, боже мой, вдумайтесь только, Александра Анатольевича Ширенда, нашего любимого актера, режиссера, нашего педагога. В тот момент, когда все решили в интернете состариться, Ширенда остается прежним, молодым душой, любящим жизнь, театр, людей, педагогов своих помнящий, своих учеников приветствующий, ну, чтобы быть, так сказать, в тенденции, давайте, ладно, добавим его немножко возраста. Я услышал, что Леонид Эрмольник сказал, что он из всех лучших учеников Ширенда, самый лучший. Чем же мне похвастаться? Я горд, что я тоже среди учеников Ширенда, но именно я играю с ним в спектакле в театре сатиры. Ой, ура! Спасибо, Александр Анатольевич, и с юбилеем! Ширенда! 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 Ай, браво! Ширенда! От крыши посвежее было, нет, вот это вот, помнишь, она дует лучше, чем кондиционер, вот так вот. Я обожал эти ветровики. Все-таки в каком-то смысле у нас эта победа сегодня машина времени. Так, а на Никитских мы куда поворачиваем? Да, не сюда. Но мы поворачиваем туда, на Герцена, в смысле, да? Да, на Герцена. Вот этот дом, где сейчас фарфоровый магазин, старинный, что-то я забыл, чем он знаменит. Здесь был весь нижний этаж, магазин овощи-фрукты, где продавали соки. Мы с папой ходили вот оттуда, из соскательного перелуха, мне было лет шесть, и мы ходили сюда пить соки, которые были в таких конусах. На веке был, у меня еще всякие фарфоры, просто так, магазин консервы, где вот в таких огромных колбах был сок шесть сортов. Вот эти вот усеченные. На цепях еще? На цепях. Из-под земли на цепях тетка доставала, то есть она опускала вниз, на цепи этот конус, и приезжал новый, с новым соком, мраморный такой, этот самый прилавок, на нем в мутной воде алюминиевая ложечка, а рядом соль, в таком же стакане. И зацеплял этой ложечкой мокрой соль, автоматный сок разводил и бросал ее обратно. И это было так красиво, а сейчас какой-то жалкий фарфор. Велерой бог. Ну и бог с ним. У нас, это, обслуживание же пассажиров, все-таки ВИП, ВИП, скатерный 5А, я правильно понял? Да, на против. Вот, вот, вот. Вот это, Илюш, вот интересный, помню, увидел. Привет. Здравствуйте, Джейн. Видишь, в детстве спортивных, зрелищных мероприятий, а раньше центральный комитет в Советском зафт-паспорту. А это всегда было? Всегда. И здесь стояло всегда огромное количество великих спортсменов. А жил я вот так, недалеко, вон опросто. Вот стояла эта компашка замечательная. А вот мой подъезд, ты видишь, скатерный перевелок, он немножко под уклончик. Под уклончиком идет туда, да. И когда я утром выходил зимой, и эта красавица твоя, а та была ржавая, страшная, несчастная. Когда я взял, она была не девочкой. А, у Ле... Ну что ты? А, это... Ей было... Юзана. Ей было... Семь лет. Семь. Семь лет ей было, когда я взял. Правильно, 52-го года, или 53-го выпуска. Правильно? Это 54-го у меня. Что? Представляешь? И вот он стоит, она заводиться не могла. Физиологически. Физиологически. И все, и все. И тогда я делал вот так рукой, и эта компания друзей, да, приходила туда, вяло, дорулись со мной этими своими лопатами. Да. впрягались сзади и толкали ее вниз. Чтобы она завелась. Да. И я со второй, как ты знаешь, да? Да, со второй. Вот, и они... Пум! И она заводилась. С тех пор это мемориальный подъезд. Ну, ты понимаешь, ведь сейчас неудобно об этом говорить. Ну, я уже говорил, тогда немножко выпившие ездили. Еще тогда не было так сурово, как сейчас правильно, это было неправильно. Я где-то в час ночи приезжал к подъезду. Ласточкой моего некоторого тревога за рулем был эпизод, когда я утром спустился ехать на репетицию. Стоит моя красавица. Открытые окна. Понимаешь? Так. Ключ в этом, да? И на сиденье лежит пять рублей. Это я приехал, расплатился. Сам с собой. А кто это знал? Это нормально. И это был момент некоторого отрезвления. Все, надо отпускать таксиста. Я все это время был рядом. А сколько я тебе должен? Дорогие друзья. Ты не расплатился? Ну, я не знаю. У тебя пять рублей уже ушли. Это семейка Ширвиндов, это режиссер-постановщик, это его папа. Собственно говоря, а я таксист, которого заказали через Яндекс. Через Гугл. Папа Гугл знает. А, папа Гугл. Я кроме Гугла ничего не знаю. А Гугл, ну, в общем, Гугл, да. А Гугл, Гугл, где Ермольник, я говорю? Приятнее. Подъезжает, говорит Гугл. Вот, я на самом деле всегда готов в любое время суток подъехать к Александру Анатольевичу. На любом транспорте. На любом транспорте, без транспорта. Потому что это самый любимый, самый дорогой, самый... самый невероятный. Клиент. Окей, Гугл. Это да. Леонид Ермольник. Что? Может быть, если бы Ниакс Антонович, вы бы обо мне вообще ничего никогда не узнали? Да, ух, да. Не работает он. Окей, Гугл. Леонид Ермольник. В источнике Википедии об этом говорится следующее. Леонид Исаакович Ермольник. Советский или российский актер театра и кино. Все. Больше про тебя никто ничего не знает. Во-первых, мы узнали, что ты Исаакович. Исаакович? А ты не знал? Нет, я не знаю, надо было ли тебя заказывать с таким отчеством. Ну, ты знаешь, у твоего папы не только Исаакович, у него и Израильичи были. У меня были Израильичи, у меня были Рувимычи, у меня были Моисевичи. У меня очень много интересного. Может, тогда уж на родине ты скажешь свое настоящее отчество, ты стоишь у отчего дома. Да, давай. Как звали твоего папу? Теодор. Как Теодор? Он Теодор. Я Теодорович вообще. Потом он стал Анатолий. Все? Понятно, что селка закончена? И на этой ноте... Тогда я честно признаюсь, раз пошла такая пьянка, оказывается, мой отец, его уже нет, он всегда был Исаак Давыдович. А уже папы не стало, и я был на кладбище в Киеве, оказывается, что он не Давыдович. Дедушку звали Сруль. Сруль, Срульевич. Шикарное имя, известное. Все, я все скажу. Что-то мы испортили нашу программу. А ты можешь музыку подложить. Ну, ты этого-то помнишь? Я помню. Я здесь... Ты-то здесь не гулял. Я гулял с тобой. Ну, со мной. Я тебя с тобой водил. Нет, со мной ты гулял в Соке. Я пытался по дороге рассказать, где, помнишь, мраморный прилавок, консервы были в конусах, эти Соки. Они говорят, что-то внутрь. Но уже поднимался полный... Шикарно. А этот двор... Сейчас же нету дворов. Детям негде играть вообще. Институт дворов умирает, потому что везде шлагбаумы... Вот, мы смотрим. Раз, два, ворота закрыты. Для каждой машины свой шлагбаум. И ворота открываются. А раньше здесь была пустота, красота. Бегал. А когда еще Мишка не родился, мы здесь играли в футбол вместо школы. Ворота были из двух портфелей, а мячик был сделан из тряпок сшитыми суровыми нитками при помощи родителей и бабушек в основном. При помощи суровых родителей. Суровые нитки суровых родителей. Суровые нитки вялых родителей. Ну, в общем, я помню. Я здесь играл... У меня же был друг Хабибуллин, помнишь? Ой, здрасте. Я помню эту историю. Вот здесь, в подвале, жил дворник Хабибуллин. У него было где-то 26 детей. 27. 27. А 27-й был Хабибуллин. Хабибуль его звали. Хабибуль? Хабибуллин. Нет, его звали Хабибуль. Вот эта история неприглядная. Рассказать про тебя? Это не про меня, а про тебя. Я... Хорошо. Вот наша квартира на четвертом этаже. Я стою, разговариваю по телефону. В коридоре. В коридоре. Мне позвонил Хабибуль. У Хабибуля был свой телефон, а у нас в коммуналке общий на всех. И мне звонит Хабибуль. Говорит, гулять пойдешь? А гулять надо было через бульвар куда-то выйти. Кто-то должен был отвезти. И я ему говорю, что нет, не пойду. Я объясняю, почему. Потому что в этот момент входит папа, в процессе разговора, спотыкается, как он говорит, на какой-то арбузной корке. Откуда в коммуналке арбузные корки? А то и еле и бросали и падает в коридоре. И слышит, упав. А он пришел просто не свежий с ипподрома, где они с Аркановым играли. Тебе на жизнь зарабатывают. Я поэтому жил в коммуналке. Вы все просадили. Как? А потом нормальные люди... Когда мы наконец что-то выиграли, ты переехал в отдельный коридор. Короче, а мама моя в тот момент сломала ногу, лежала в гипсе. И Хабибуль говорит, пойдешь гулять? А бабушка еще у тебя? Бабушка слепая. Хабибуль говорит мне, пойдешь гулять? Я говорю, нет, Хабибуль, не пойду. Видя это, все мясо на своем говорю, меня отвезти некому. Бабка слепая, мать со сломанной ногой лежит, папаша вот тут валяется передо мной. Отвезти некому. Хамская история. Хамская история. И вот так вот в семье Хабибулиных создался образ советской театрально-архитектурной элиты. Хабибулиных «Террия» 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 Ты говоришь, что мы сейчас видели, а мы это покажем. Мы сейчас видели или не видели? Вот ты говоришь, что мы сейчас видели. Это... Гурурмана... Мы видели уже видели. Вот говори про Гурурмана, что мы его видели. Мы только что видели роддом, бывший роддом имени Гурурмана. Покойного имени Покорного. Ныне Покойного. Там, наверное, очень много ныне покойных замечательных людей. Влад Шалчук, Ужава, Михаил Михайлович Державин. Слава Богу, Министерствующий, Марк Анатольевич. Захаров, Ваш покорный... Я очень люблю Ваш покорный слуга. Ты покорный слуга? Выражение, Ваш покорный слуга, да? Потому что пишущие эти строки, это что-то такое напоминает анонимщика, доносчика. А вот Ваш покорный слуга, это что такое? Да. На коне, с чем-то такое, шпагообразным. А скажи мне покорный слуга, я только сейчас подумал, а почему я не родился в Гуэрмана? Все такие козырные, рождались в козырном роддоме, а я где-то на выселках вообще не был. Потому что он был резовой, очень такой, а тебя-то уже повезли в какой-то элитный... Ничего, меня еле с дачи довезли куда-то, по-моему, я где-то там под Истрой родился. Нет, нет, ты родился в автоэлитном доме, где к ним были новейшие средства. Вот тебе результат. Понимаешь? А если ты родился в нормальном доме? В Гуэрмана. Я был народным артистом России. Ты был профессором вот этого института, где мы стоим, который ты закончил, ты помнишь? Да, со скрипом. Ты со скрипкой? Да, ты со скрипом. Вот и первая шутка в нашем шоу. Это институт. Великий институт действительно. Сколько лет ты здесь преподаешь? Я самый старый профессор. После смерти Владимир Абрама Световса я перебрался в совершенные патриархи. Я преподаю с 57-го года. Не считайте. 63 года. Два, три. Вот так. Два, три. Вот так, что я очень знаменитый профессор. Там на моем фоне тоже не менее знаменитый стоит Вахтангов. Спокойный. Ну, не покойный. Усилиями Женечки князя Ивановича Ректора. Здравствующий. Да, слава Богу. Ректор, ректор. Женя Князев. А вот рядом с подъездом вот за этим изгородью из... Желтый дом вот он. Это великий, опять же, дом тех вахтанговских артистов вактанговских артистов той эпохи, которая была вактанговской театр настоящей. Как туда въехал замечательный артист Михаил Степанович Державин, замечательный артист. Папа. Папа Михаил Николаевич. Так до сих пор там сегодня живет Роксанда Рубенова-Баяна, наша очаровательная актриса и подруга. И здесь всю жизнь и жил. Нишенько держаем. Вот. Это вот наше практически место обитания. Тут немножко у нас ремонт идет, подкапывает. А капот уже не те, на нем яйца не положишь. На 21-й... Чьи яйца не положишь на капот? Ну, любые яйца соскользнут. Это надо уметь класть яйца на капот, тогда они не соскользнут никогда. Но на 21-й вы же клали яйца? Клали яйца. Мы на это клали. Никуда и не соскальзывает. Надо так. Здесь кладется газета. Так. Она антискользкая. И на газету уже пошли яйца. А вообще значит, вся жизнь была здесь. Вся жизнь. Потому что здесь, когда жарко, здесь прохладно. Когда здесь мороз... сюда, чтобы видно было галерею. Вот, галерею покажи. Да. А там, в конце, у нас была там мойка, а рядом с мойкой была у нас маленькая такая замечательная мастерская, где мы все делали. Пили, ели, чистили карбюраторы, выстукивали эти самые колодки. и мы все делали своими руками. То есть я, можно я расскажу? Я был маленький мальчик. Маленький. Папа приезжал из театра. Да. Ребенок ждал папу домой. А папа выстукивал карбюратор до двух часов ночи. Выстукивал колодки. выстукивал. И брат вычисли. И приходил, яйца лежали на капоте, килька это, и приходил папа после этих всех выстукиваний очень несвежий. А мальчик плакал, ждал папу. А папа в гараже сидел. Ничего он не плакал. Он какал, я помню. А как плакал? От страха, что он теряет отца, который сидит, да, сидит в гараже целыми сутками. Этот наш дом, это город. И поэтому очередь в гараж была столетиями. А уход был, когда или кто-нибудь продавал машину, что было редко, или кто-то там умирал навсегда. По убытию. По убытию. И вот когда убыл архитектор Чичурин и освободилось место, а мы с Женькой Евгением Александровичем Глебтышенко стояли в этой очереди. Он раньше стоял. Он стоял раньше где-то наверное номеров на 20. И я понял, что с ним состязаться Евтушенко и я тогда был еле-еле говно. И надо же такому случиться. что в это время когда должна была создаться гаражная комиссия здесь была, а комиссия стала исключительно из адмиралов, генералов и академиков списанных, но все, когда она собиралась, захватывала дух от этого изъяснился. Корпус КГБ наверное тоже были лекомиссии. Короче говоря, он, понимаешь, не вовремя написал стихотворение «Тараканы в высотном доме». Причем не про конкретный дом, а вообще про страну. Тараканов здесь был очень-то навалом, но он-то имел в виду аллегорию, что высотный дом это наша страна, а тараканы мешают нам жить, развиваться, идти к коммунизму. А гаражные комиссии и генералы решили, что это не про коммунизм, а про наших тараканов. И вычеркнули Евгения Александровича из списка и я въехал. Ну, что значит не быть поэтом, не замахиваться на коммунизм, быть артистом и жить в корпусе КГБ. КГБ, да, и любить тараканов. Пошли. Вы знаете, где мы? Мы на историческом балконе который такого в Москве больше нет. Вот этот портик гранитный идет по всему третьему этажу высокого дома. И хоть мы живем в корпусе не самом престижном, не центральном, но зато у нас вот этот роскошный балкон, где помещалось сколько человек? человек 50. Здесь сидело на день рождения? в винограде. А когда была полуарная, то есть здесь много жгут тен, стол, чтобы сверху не сыпались окурки, презервативы и другие предметы, второй и третьей необходимости. И здесь лампа стояла. А я помню, какой-то день рождения твой здесь был, сидела толпа народу, не было Миронова. Почему-то он не пришел. Ну не пришел, не пришел. Вдруг где-то в 11 часов ночи открывается вот этот, на этом балконе открывается дверь и туда выходит Андрей с фуржером из балкона тост говорит, произносит тост. Подожди, а они же кто прибежал тогда на Олимпиаду? А есть карточки есть фотографии Рязанов, Горин и Миронов. Трусакс с факелами на Олимпиаду. Это было все перекрыто все нагревано и только полицию пили, а высшие хоронили вольщики собственно. А какие здесь салюты? Это вообще не в сказке сказать не перон, а салюты. Пошли перекусим, а Илья пойдет какой-нибудь на крышу и снимет салюты. Он же не пил все равно. Боже, 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 это совсем не в моготу погоды и жуткая срань, то срать, извините, и другое собаке уходит на это. А что другое? Пысить. Пысить. Вот. И сейчас Николавна, мама Михаила Александровича, потом вот этим шлангом, праздничном, смывает остатки. А что она делает зимой, когда на снегу какашки? Она выкалывает их без динок. Она их сначала подмораживает. Да, потом выкалывает ломом, ломом, потом выносит и я потом их спускаю в университ. Вот такая вот на этой ноте, Илья, иди все-таки салют, запусти, а то как-то не так заканчивается. Вновь мы вернулись на площадь Маяковского. Теперь она в таком дачном варианте. Здрасте. Ради искусства волшебного вы не можете ненадолго мне уступить качели, мне надо кое-что здесь покачаться рассказать. Да, с удовольствием. Спасибо, я вам помогу остановиться. Вот какие прекрасные добрые люди. Так, ой, ух ты, классно. Очень органично на качелях рассказать про одну из главных страниц биографии моего папы и, естественно, как следствие моей, про дачу. Наша знаменитая дача, которую многие подписчики уже видели в наших блогах. Благодаря моему прадеду, главному архитектору Москвы Семенному появилось в 35-м году. Это дедушка моей мамы, мой прадедушка. А через 20 лет, году в 65-м, там появился мой папа, который гостил на даче у друзей родителей Журавлёвых. И вот они познакомились, и возник вот этот мимолетный дачный роман. По ненавистной версии моей мамы, которая растиражирована во всех интервью, всё это произошло из-за коровы. Потому что у нас, у Семёнова была корова, папа обожал молоко, он всё время приходил-приходил к корове, а женился на маме. Но как бы то ни было, но этот мимолетный роман длится до сих пор, уже больше 60 лет продукт этого романа качается на качелях на площади Маяковского, за которой расположён театр сатиры. И вся наша самая ценная и любимая жизнь в нашей семье происходит именно там, на даче. Там происходит сейчас становление папы-блогера как футблогера. Туда нет, на хлебушек. Хлебушек Бородинский. Ой, красота. И сюда подсыпь. Ну, давай. Даже килька, у меня где-то вилка в кармане. А, вилка, да, у меня тоже есть. Это не килька, это спротина. А вон килька в томате. Не-не-не, спротина. Ну, давай, нет, у тебя третьей руки нету, тогда одну оставь. Ну, давайте, ребята. Ведь никто этого, вот, те, кто это помнят и знают, они нас не смотрят. Так как, они смотрят. Они нету, ничего у них нету. Они не умеют инстаграм. Для этого, вот для этого они приобретут интернет. Хорошо, 100 грамм за инстаграм. Он отрабатывает свои кулинарные приемы и, главное, оценочные реакции на... Подожди, подожди редиску. Вот. Это чили кон карне. О, п***ю мать. Вот. О, ты с чего? Это чили кон карне. Суп лифт или кон карне. Это все. Здесь все. Это обычное летнее крестьянское простое блюдо. чили или сель там. Там все. Также там, недалеко от дачи, оттачивается мастерство моего папы как рыболова. Ну вот, мерный улов. Это очень симпатичная красноперка. Покажи, а то никто не видит. Все думают, что у тебя ничего в руках. Сыка, как ничего. С ума сошел? Ну вот и все. Он рыболов со стажем, наверное, дольше, чем их совместный с мамой брак. Они вместе путешествовали на рыбалку, меня иногда брали, и сейчас каждый год в отпуск папа едет на рыбалку. Вот сейчас я здесь качаюсь, а папа уже на рыбалке сидит и ловит, как он говорит, мерных. Знаешь, что такое мерные? Это как, ну все мерные знают, вот такие, да? Когда приезжаешь к нему туда и смотришь на его улов, то мерные превращаются вот в таких рыбешек, вот такие рыбешки. А когда ты езжаешь, они вот так сделаем, вот такие. Вот. Такие рыбы ловит папа, из которых, кстати, очень вкусно, это уже мы переходим на съедобное, готовить рыбный суп. На основе вот этих вот мерных делаешь бульон, потом их в марле варишь и выбрасываешь, и дальше кидаешь куски благородной рыбы, и получается что-то неслыханное. но все, надо заканчивать, потому что все-таки сегодня юбилей, и не только мы в нашем прекрасном блоге будем рассказывать про папу, но вон первый канал здесь вообще какие-то крепости построил, чтобы весь день вещать и рассказывать про юбилей моего папы. Но слава богу, мы независимые люди и можем качаться здесь до посинения. Дорогой Александр Анатольевич, поздравляю вас с юбилеем. Вы знаете, как-то я позвонил нами обожаемому Михаилу Михайловичу Жванецкому, будучи на гастролях, но я переезжал из Вильнюса в Таллинн на машине, и я ему звоню и говорю, Михаил Михайлович, не надо, наверное, говорить, что вы гений. Он говорит, ну почему не надо? Ты скажи, не держи это в себе. Зачем? Выплесни на меня свои комплименты. Но я знаю, Максик, ты звонишь на гастролях, тебе делать нечего, ты переезжаешь из города в город, вот ты от скуки мне и звонишь, а ты мне позвони тогда, когда у тебя не будет времени, когда ты будешь спешить, когда ты будешь куда-то лететь, вот тогда мне позвони. Так вот, Александр Анатольевич, я вам сейчас это записываю видео не тогда, когда я свободен, а когда я очень занят. Мне надо куда-то бежать. У меня самолет, а тут вы со своим поздравлением. И я хочу вас поздравить в эту секунду, когда у меня нет совершенно времени, чтобы показать, насколько я вас обожаю, насколько вы значимы не только для меня, но и для всех нас. Мы вас обожаем, Александр Анатольевич. Вы для нас настоящий бренд. Ширвиндт – это бренд. Бренд качества, юмора, семейственности, актерства, режиссерства. В общем, всего самого лучшего. Ну и, конечно же, вкусы к жизни, к еде, к солнцу, к всему самому лучшему, что у нас есть. Александр Анатольевич, мы вас обожаем. Живите долго, будьте здравы, счастливы. И, конечно же, ваши чувства юмора – это наша путеводная звезда. Они просили показать, как мы готовимся к нашим съемкам, к блогам нашим. Вот как раз вот это мы сейчас готовимся. Вот ты стоишь, готовишься. Это я готов. Да, а сейчас неожиданно, как у меня получился план, просто я бы на нем застыл. Потому что стоишь ты, твой портрет на стене, и вот это вот, ну, напись. Ширвентер аллеи, потому что мало людей понимают на иностранном языке. Но это мы еще не снимаем блог, это мы готовимся. Вот там огонь, это собаки норовят сажать все мясо. Микки. Это Микки. Ну что, когда же будем сниматься? Ну, через две минуты мы снимаем наш обычный блог. Обычный блог про еду. Да, но в данном случае у нас дикая перед нами ответственность. Мы это делаем сейчас для первого канала. Ой, надо сказать как-то так, специально для первого канала с уважением, любовью, да? Да, скажи, потому что у меня этого нет, этих эмоций. А что, тогда в лес первый канал? Давай. Отойди. Пока нету моего сына с уважением, любовью и благодарности за то, что снимают меня в нашем родовом имении. Здесь, а здесь мы сейчас будем с человеком, который подойдет из сострадания моего и первого канала в кадр. Правильно сказал? Ну вот, теперь я могу. Пошел. Смотри, мы будем готовить мясо в травах. Травы, травы, травы не успели. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться и такие нежные напевы и ах, почему-то прямо в сердце льются. Так, все, все, несу, несу, несу. Ой, это вот то, что было. Это чакапули. Так, прежде чем я буду, сними крупненько, сюда подойди. Смотрите, какая это красота. Ну, какая же это красота. Это и есть можно. сейчас будем... Миш, Миш, ну, не надо. Ну, смотри, ну, скатерть. Это белоусовская скатерть. Тем более. Чужая. Наша можно, а чужую нельзя. Да, мне маленький кусочек без жижи. Это суп. Без жижи. А я суп ночью не ем. Без жижи. Ну, пробуй. Скорее, пробуй, потому что от этого все зависит. Нет, я не могу пробовать. Я на папе. Режется ничего не было. Ну? Ну, что ну? Ты знаешь, как дорого время на первом канале? Чего вырежу? Главное, чтобы жижу вырезали. ничего, немножко красковатое, но это, наверное, зависит от... Ну, сейчас и жизнь не мягкая, поэтому давайте считать, что Чакапуле удался. Она удался, или удалось? удалось, это оно. Оно? Вертолет нам мешает. Это Якубович летает. Да, а ему достанется. Он видит оттуда. Ну, да, первый канал, это Якубович первый канал. Да, Ленка, Ленка. Ну, все, вот мы показали, как работают блогеры, и приятного вам аппетита. спасибо большое. И я, и им, да. И им. Они должны благодарить. Так, Андрюш, на, спасибо. Дорогой Александр Анатольевич, 30 с лишним лет назад внезапно обнаружилось, что у нас с вами совершенно одинаковые сумочки для рыболовных снастей, фестивальные 1957 года. С юбилеем вас, я ваш навеки. Так, маленькое отступление. Дача. У вас у каждого дома есть ящик. Он либо второй на кухне, либо в комоде, либо в верхней письменном столе. Короче, ящик, где годами хранится всякое, ну, не знаю, как это назвать. Я этот уже разобрал, но, тем не менее, вот такие предметы, как вот этот, очки 1953 года. Кто знает, это переноска для Жигулей первой модели. Очень полезная вещь. Всегда должен быть барельеф дедушки, каменный клей, засохший, носки. Почему здесь носки, я не понимаю. Ну, таблетки, которые срок действия закончился лет 50 назад. Маленькие пакетики, коробочки, целая. Это что-то. Ну, крыса. Короче, почему я это рассказываю? Я просто нашел потрясающую хроническую запись. В смысле, из хроники. лет 20 назад мой папа в этой самой кухне, тогда это была кухня, решил навести порядок и разобрать ящик. Для этого была подключена мама и они. Игра была такая, если мама не знает зачем эта вещь, она выбрасывается. Вот, посмотрите, как это у них получилось. Это мельхиорда. Не что-то сухой. Так, это замечательный. Это открывалка для химии. Вот это мой пипсавидовый. Вот это, нет, цена крупная. Можно это? Это для резки яблок. Чего? Для резки яблок. Это для чего? Это собак стричь. Почему же здесь это собак? Нужные людей. Дальше идут неслыханные по красоте вещи. Что но? Что это не нужно? Нет, сейчас это отмоем, я буду дарить, это ключи от счастья женского. Ой, как раз масло нам переливать не ваше. Воронка. Что ты? Никак не видел воронки? Какое масло? Вон, масло в банке, а нужно выплатить. Так, это предохранители. Предохранители. Для чего? До все, что угодно. Миша, не переводи пленку, пожалуйста. Так, вот это что? Это на кран, да? Да. На какой? Ну, кранов много. А, много. Вот это? Ну? В ванну, чтобы неоны такие лежат. Какие лежат? Во всех кранах, чтобы туда бы не затыкалось. Краны? Вот это что? Скажешь, тогда я все тебе прощаю. Проклянусь тебе, прощу. За пенечком вот сюда. Смотри, вот когда ты не хочешь, чтобы это самое. не хочу. Да. Где-нибудь. Вот это от какого-то миксера, да? миксера. Почему одна она так встретила? Одна и должна быть. Так должно быть. Их много, набор должен быть. Но быстро скажешь прощаю. Это вот от проигрыватель по терапии. Это ситечка, да? Конечно. На кран. Хорошо. Вот это герой на что? Пробка. Пробка. Ну, это для телевизора, да? Штекер. Штекер. Кстати, нужно и видеть. Ну, пока ни одной не нужны. Миш, хватит. Снимать это резина для прокладки. Для прокладки водопроводной. Ну, скажешь, тут же прощаю все. Прощаешь? Что ты не прощаешь? Это на теплицу надевать вот эти штучки, до которых ты еще не дошел. Ты, наверное, даже не знаешь, что это такое. Какую теплицу? На теплицу пробка держит. Пленка. Кесенька, на тебя это учиться будешь на хорошо и отлично от бабушки. Вот это вот мамонта. Это от какой препарата? Это от кастрюльки. Какой кастрюльки? Как? От скроварки. Твою мать. Так, ну, вот это быстро скажешь, прощаю. Ну, это от миксера. Миксера. А миксер там есть или уже нет? А где он? Есть, лежит. Лежит, да. Ну, тата, быстро, не задумывайся. Ну, от газа, господи, вон, одна комфорка не работает. Сколько газа? Ну, от газовой плиты вон. Боже мой. Я тебе говорю, у меня тут ни одной ненужной вещи нет. Дорогой Александр Анатольевич, мы, простые сибирские девушки, будем любить вас вечно, независимо от количества прожитых вами лет. Причем, чем больше вы будете жить, тем больше мы вас будем любить. С юбилеем! Так, вот тут папин кабинет. Знаешь, кстати, что это такое? Это выход на крышу. Ну, крышу театра. Кстати, мне крыша кое-что навеяло. Видишь, папин кабинет? да, нам не нужно сейчас кабинет пап, мы пойдем к директору театра, у которого такое хранится вроде бы. Да, войдите. Мамед Гусенич, здрасте. Заходи, Лея. Это директор самого лучшего театра в мире, значит, если это самый лучший театр в мире, значит, ты самый лучший директор. Хорошо. Мамед Гусенич, здесь кабинет музей, переходящие красные знамя, орденоносные. Ордена Трудового Красного Знамя. Ордена Знамя имени Ордена Трудового Красного Знамени Знамя. Знамя. Вот. Кстати, а это что такое? Это известная картина Ширвин Державин и Огаев. На привале? Да. Роскошно. Но я-то ищу этого скрипача на крыше орден. Вот, пожалуйста. Подожди, а это что такое? Сейчас, я потом расскажу. Это что такое? А это мои любимые друзья на выставке купили в Белоруссии случайно. На выставке. Это не продажная была. За какие деньги? Я не знаю, 10-20 тысяч долларов купили. Почему она у меня? Не известно, кто делал. Нет, здесь написано все. Автор все написано. Автор Нелли Попова. Ты не знал. Нелечка, если вы нас смотрите, прекрасно. Это мой президент. Это президент нашего театра. Это же приз легенда скрипач. Илья, ты знаешь, как вы скрипач на крыше? Да, Александр Анатольевич. Нет, это мюзикл знаменитый про евреев, которые жили в российской американской черте оседлости по мотивам тевье молочника. Скрипач или фиддлер он друф. А зачем я это все рассказываю, пока рассказывать не буду. Дорогой любимый Шурочка Ширенов, я поздравляю тебя с 85-летием. Я вот сейчас сижу и вижу необычайно красивый закат. У нас по возрасту тоже закат. Но пусть он будет красивым, долгим, счастливым. Я желаю здоровья, успехов в наших делах творческих, радости жизни и радости от того, что рядом любимые, дорогие, близкие люди, которым я тоже желаю счастья и здоровья. Целую, обнимаю. Александр Анатольевич, все в мире вертится, ружится, все изменяется. А вот вы как были Александр Анатольевич Ширвинд, так и останетесь всегда Александр Анатольевич Ширвиндом. Дай вам Бог все самого-самого хорошего. Ваш друг Федька Добронравов. Так, а сложно вот так абсолютно неподготовленно склеивать все сюжеты из папиной биографии. Сняли детство, улочки, сняли немножко балкон, театр. Теперь я уже не понимаю вообще, кто мы и даже я не понимаю, где мы. м 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Света, ну как начинается скрипачная крыша, я же забыл. Ну, покажи. Еще раз. И вместе с девками. Сначала. А, вступление. Еще. Ждем. И. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ